Мы с вами сегодня слушали евангельский рассказ о призвании апостолов Петра Андрея и Анны Якова. Я помню, что призвание этих апостолов было важным. Потому что еще, когда после сомнекрещения Господня, Иоанн Креститель указал на Спасителя двум своим ученикам. Это будущие апостолы Андрея Иоанна Азбанна и Иоанна Крестителя. Андрей Первозванный пошел и сообщил брату, что мы нашли Христа. Эти вот ученики, они пришли к Христу. Слушали Его, потом вместе с Ним пришли в Галилею и вернулись к своим обычным, обыденным делам. Почему мы можем так говорить? А потому что в сегодняшнем Евангелии мы слышали, что когда Христос пришел на берег Енисоинского озера или Галилейского моря в Священном Писании, оно называется по-разному. И был на берегу моря и учил, было множество народов, которые толпились от него. И вот он увидел у рыбаков две лодки, а рыбаки сами подчинялись. И он тогда вот попросил их, так что они с оминадной лодки чуть-чуть отошли от берега. Это как раз была лодка, на которой рыбачил апостол Пётр. И после проповеди на Ним в Советском озере удивительное явление есть, что звук, сказанный вот на воде, он раздается очень далеко и очень хорошо слышно. И вот после проповеди Христос говорит апостолу Петру, затем еще сети одеснуем со стороны корабля. И мы с вами помним ответа Петра. Пётр профессиональный рыбак. Естественно, он знает, где и когда водится рыба, и где и когда она ловится. И он отвечает, спасибо. Господи, мы всю ночь трудились напрасно. То есть там, где, в то время, когда это самое благоприятное время, но по стволу твоему, я это сделал. Мы помним, какой был богатый улов, так что он не поместился даже в угол. И апостол Пётр, увидев величие Божие, он возгребил, отойди от меня, потому что я человек грешный и недостойный. И Христос ему сказал, от сели будешь ловцом человеком. И после этого, когда они вступили на землю, то апостолы Пётр, Андрей, Иоанн и старший брат его Яков Завидеевым, они бросили все, бросили и этот величий улов. И последовали за престолом. И потом мы с вами знаем, что среди своих учеников, причем здесь мы будем понимать именно тех, кто ходил за престолом и слушал его, Христос отобрал двенадцать, которых он поспал. И почему он отобрал эти двенадцать? Один-другий. Наверное, прежде всего, от того, что они имели великий дар послушания. Как здесь апостол Пётр сказал. Да, по слову Твоему я истил. Мне поражает послушание и в другом месте. Вы помните, когда Христос уходил в последний раз в Иерусалим? Он послал русских учеников. И что им сказал? Пойдите в город. И так увидите привязанного арства, отвяжите его и привезите. Если его, кто спросит, что вы делаете, скажи мне, что надо гнуть. Можно привести маленькую аналогию с современной жизнью. Вот там стоит Мерседес. Вы пойдите его и перегоните ко мне. Но апостол немало не сомневается, а все исполняет по слову Христа. И за послушание они обрели великую благодать. И мы с вами знаем, что святые отцы послушание ставят во главу нашего спасения. И говорят, что послушание превыше поста и молитвы. А мы, к сожалению, очень часто начинаем рассуждать. А как же мы? по мирским понятиям этого делать нельзя. По мирским понятиям это приведет к какому-то но Господь попугает и убывает. И святые отцы учат, что если даже духовник благословил мир праведный, то за послушание Господь исправит и направит каждому. это было бесконечно. Поэтому, дорогие, будем стараться быть во всем послушными. Каждый на своем месте. Дети родителям учителя служащие своим начальствующим на работе. Жена мужа. Конечно, и все духовникам священники священноначальствующим. И в этом момент я прийду к спасению. Хранил же всех Господь Господь.